На ремонт отделения потратили больше трех миллионов рублей. Новые стены, окна, мебель теперь в реанимации, хирургии, гинекологии и терапии. В рамках программы модернизации здравоохранения получили и современное оборудование. Аппараты УЗИ, искусственные вентиляции легких и прикроватные мониторы. Отделения действительно приобрели совершенно другой вид. Они соответствуют тем требованиям, которые сегодня предъявляются к лечебным учреждениям. И созданы все необходимые условия и для работы медицинского персонала, и для лечения пациентов. На встрече с коллективом райбольницы давно наболевшие вопросы. Процедурные медсестры, к примеру, пожаловались на большую переработку. Каждый день через их кабинет проходит полсотни человек. Это еще не все пациенты. Многие в очередях сидеть не могут и те же самые уколы делают дома. Работаем по одной, две смены. Нам бы нужна третья ставочка, потому что невозможно так работать. С такой нагрузкой невозможно работать. Сельские врачи попросили возобновить традицию мобильных медицинских отрядов. Они приезжали в район каждый год. В их составе были узкие специалисты, которых на Вуктыле так не хватает. Кардиолог, аморкопед, аллерголог. И это было хорошо. Вы знаете, много людей, потому что в поселках, это может тут на Вуктыле люди богатые, а в поселках в основном пожилые люди и малоимущие. И вот для них это было хорошо. По словам Ярослава Бордюга, эта проблема актуальна для всех отдаленных районов. Недавно парк медицинской техники в Коми пополнили два передвижных диагностических комплекса для северных районов. Так что узкие специалисты скоро должны добраться и до Вуктыла. Виктория Палкина, Светлана Хахалина, Илья Пузанов, телеканал Юрган, Вуктыльский район.